Подготовка к торгам и определение подрядчика. Администрация Наринмара ведет подготовительную работу для объявления торгов по реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. В этом году шанс на благоустройство получили несколько территорий Заполярной столицы, две общественные зоны и дворовые территории. Жители этих районов проявили наибольшую активность, провели общие собрания жильцов и внесли предложения по благоустройству. О том, в каких местах и как именно преобразится город, узнала Любовь Пермякова. Совсем скоро большой подарок получат все дети микрорайона «Старый аэропорт». К концу лета по улице Аэродромная для них построят большой детский городок. Он будет включать в себя игровое и спортивное оборудование, которое установят на специальном безопасном резиновом покрытии. Украшением будущего детского городка будет беседка. Ее поставят по многочисленным просьбам жителей микрорайона. Кроме того, территории будущего места встречи всей детворы озеленят, установят освещение и поставят ограждение. Работы начнутся с подготовки участка. Здесь, конечно, территория, вы видите, она в низинке находится. Она требует достаточно большого объема подсыпки. Будет насыпан дополнительный песок. Соответственно, он будет со всеми нормами утрамбован. Потому что можно было бы, по идее, существуют разные технологии. Можно было бы засыпать и ждать год, когда оно естественным путем устоится, усядется, вот этот грунт. К сожалению, так как одно из условий получения финансирования – это обязательная реализация проекта в текущем году, поэтому здесь будет применена другая технология. Будет утрамбовка, будет укатываться тяжелой техникой. Всего на благоустройство детской площадки и средств федерального окружного и городского бюджета выделено почти 7 миллионов рублей. Более 13 миллионов рублей пойдет на благоустройство Качгарта. Там обустроят территорию жилых домов по улице 60 лет Октября и Строительная. Первая часть подготовительных работ уже выполнена. Демонтированы элементы старой детской площадки. Здесь будет произведен ремонт междворовых проездов. Будут установлены второсипенные пешеходные элементы – это дорожки. Нормальные. Будут установлены скамейки в едином стиле. Ограждение. Если сейчас посмотрите, оно очень разнится. У одного дома один вид ограждения, например, металлический забор. У другого дома деревянный забор. Они все разные по высоте, разные по исполнению. Поэтому, чтобы двор смотрелся единым целым, будут, соответственно, приведены к единому художественному стилю. Еще одна общественная территория по улице Рыбникова, которая пользуется большой популярностью у горожан, в этом году тоже преобразится. Очень часто здесь гуляют с колясками, ребятишки катаются на велосипедах, люди занимаются скандинавской ходьбой и на роликах катаются, естественно, на велосипедах. Поэтому насущно стоит проблема расширения вот этой пешеходной зоны. Здесь предусматривается, повторюсь, расширение вот этой пешеходной зоны. Обязательно будет сделано дополнительное освещение и, разумеется, озеленение. Такому подарку уже порадовались десятки горожан-любителей активного отдыха. Среди них сестренки Мария и Вера Коткины. Девушки каждый день приходят сюда за красивой фигурой. Стараемся сейчас каждый день ходить. После отпуска приходить в форум. Бегаем, разминаемся. Мы занимаемся танцами, поэтому сейчас решили растягиваться снова, начать. Мне кажется, кто тут бегает и на роликах, на велосипедах, это очень классно, что будет расширяться. Всего на благоустройство этой зоны из окружного бюджета было выделено более 18 миллионов рублей. Также благодаря этому приоритетному проекту в Наринмаре появится символ истории лесозавода. Памятник в честь тружеников старейшего предприятия округа возведут в рамках сотрудничества администрации округа с нефтяниками. Необходимые средства – более 15 миллионов рублей – на его создание и установку выделены компанией «Лукойл». Такому подарку особенно обрадовались те, кто отдал почти всю жизнь этому предприятию, а это 135 ветеранов. Основная масса наших ветеранов в таком преклонном возрасте уходит в мир иной. И хотелось, чтобы они поучаствовали на открытии этого памятника, ушли со спокойной душой. В декабре минувшего года в ходе открытого конкурса на лучший эскиз памятника комиссия выбрала проект художника и скульптора из Смоленска Игоря Чумакова. Согласно эскизу, памятник будет представлять собой образ временной спирали – виток истории от начала создания лесопильного завода товарищества Стелла Паларе в 1903 году и в завершении его производственного пути в 2010-м, уже под названием Наринмарский лесозавод. Композицию венчает образ полярной звезды. Местом для его установки определён сквер на улице Юбилейной в Наринмаре. Его территорию тоже благоустроят. Планируется, что долгожданный подарок лесозаводчане получат не позднее 30 ноября этого года. Любовь Пермякова, Валентина Чибичи, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.